Несмотря на то, что в наше время появилось большое количество различных гаджетов, книги не перестают любить. В библиотеке номер один собралось более 80 человек, чтобы принять участие во всероссийской акции «Библионочь-2016». И каждый нашел для себя что-то интересное. Программа у нас весьма обширная, и наши читатели, жители города Одинцова, поддержали нашу инициативу заведующей библиотекой Рожковой Татьяны Николаевны и пришли сегодня на эту «Библионочь» в нашу библиотеку. Мы рады видеть их всех и надеемся, что такие встречи, ежегодные фестивали чтения будут проходить в нашей библиотеке и в дальнейшем. Спасибо нашим читателям, нашим гостям, партнерам, которые поддержали нас и пришли сегодня. Гости акции ждали незабываемые впечатления и приятные сюрпризы. Посетители библиотеки попали в атмосферу кино прошлых лет. В программе мероприятия – кинопрезентация о любимых актерах и фильмах, игры, конкурсы, викторина, киносерпантин. О судьбе, творческом и жизненном пути звезд советского кино рассказали актеры Одинцовского любительского театра под руководством Светланы Лапшиной. В этот вечер зрители вспоминали Георгия Миллера, Евгения Урбанского, Гликерию Богданову-Чеснокову, Георгия Витцина и живую легенду российского театра Владимира Зельдина. Также на праздничном вечере выступили творческие коллективы города и района. В то же самое время для детей проходила своя программа. На площадке мультипульти показывали советские мультфильмы, проводили познавательные викторины и дарили маленьким гостям памятные подарки. Я первый раз присутствую, мне тут очень понравилось. Мы тут смотрели мультик и отвечали на вопросы, нам подарки подарили. Мне книжку подарили, еще мне закладки подарили с Монстерха. В течение всей праздничной ночи работало фотоателье «Дубль-2», а во время антрактов в кинокофейне «Добро пожаловать» гостей угощали горячими напитками, бутербродами и сладостями. По мнению организаторов, библионочь в Одинцовской первой библиотеке прошла на славу. Все гости праздника прикоснулись к искусству советского кинематографа. Камера, мотор, читаем. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.